СОРОВСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ СОРОВСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ Жители просят сад в микрорайонах 21 и 22 уже давно. Неоднократно с этой проблемой они обращались к городским властям. Сейчас главе города направлено письмо от инициативной группы о необходимости строительства сада. Подписи под документом поставили более 500 человек. В органах местного самоуправления этот вопрос находится на особым контроле. Город хочет принять участие в региональной программе и получить на эти цели средства из областного бюджета. Программа в данный момент только разрабатывается. Мы не знаем требований к этой программе. Мы не знаем, какие технические характеристики сегодня возьмут именно для включения и для финансирования в данную программу. Как только мы будем знать, какие требования у данной программы, город Саров готов купить проект и сделать привязку к местности. Сейчас администрация ищет проект повторного применения, который можно использовать на два участка. Однако, пока нет ясности насчет критериев строительства садов из областного правительства, покупать проект еще рано. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. У малого и среднего бизнеса в нашей стране нет достаточного капитала для реализации инвестиционных проектов. А без проектов не может и появиться капитал. Предприниматели в этой ситуации оказались в замкнутом круге. Пути решения этого вопроса обсудили представители торгово-промышленной палаты с бизнес-сообществом нашего города. 88% всех активов финансового рынка России – это банки, которые родили всего 11% инвестиций. Все наши банки – это кредитно-депозитные учреждения, которым во всем мире запрещается заниматься инвестициями, прямыми инвестициями. Потому что кредитно-депозитные учреждения, когда собирают деньги, не объясняют инвестору, вкладчику, куда они потратят эти деньги. Чтобы не было неразумных трат, Центробанки устанавливают жесткие ограничения на кредитование, а инвестициями во всем мире занимаются специализированные инвестиционные банки. В России таких институтов нет. На заседаниях Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова уже неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания внебанковских финансовых инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса. Эта идея нашла отклик в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и у региональных представителей организации. Создание таких институтов поможет развитию бизнеса и промышленности в закрытых городах, потому что в них бизнес существует в определенных условиях. Ограничения есть, а преференций нет. Внебанковские источники финансирования помогут предпринимателям реализовать свои проекты и дадут толчок развития реального сектора экономики. Должен быть инвестор, заинтересованный инвестор в развитии городов. Мы таким инвестором, естественно, являясь городом присутствия Госкорпорации Росадом и единомышленником считаем, конечно же, Госкорпорацию Росадом. Эту идею еще нам предстоит им донести и доказать, что действительно это нужно и необходимо. Подписание документа о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой – важный шаг для Ассоциации промышленников и предпринимателей. До этого ни с администрацией, ни с какими-то другими структурами подобных соглашений не заключали. То, что нас слышат в области, то, что нас слышат в Российской Федерации, это очень хорошо. И да, казалось бы, это соглашение о намерениях, соглашение о взаимодействии. Однако мы, экономисты, те, кто работает постоянно с бизнесом, видим под этим настоящую реальную работу. Все стороны сотрудничества Ассоциации с Торгово-промышленной палатой – это использование инструментов поддержки, привлечения венчурных фондов – еще предстоит обсудить. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Через полтора месяца наш город, как и вся область, переходит на цифровое вещание, в эфире которого будет 20 бесплатных телевизионных каналов. В Сарове в аналоговом варианте остаются областное телевидение ННТВ и местный канал 16. Как отметили представители Нижегородского РТРС, проблема отсутствия в цифре местных каналов стоит остро. На вопрос генерального директора канала 16, как быть в этом случае жителям, которые хотят смотреть местные новости передачи, ответили – ждать появления 22-й кнопки. Это муниципальная кнопка, которая в обязательном порядке появляется один муниципальный телеканал в виде субботника для кабельщиков. Закон об этом находится в стадии финальной. Дальше проходят все те же конкурсные процедуры по муниципалитету. Но в принципе для вас проблема решена федерацией по всей стране. Поэтому просто потерпите, речь идет о достаточно недлительном времени принятии закона, но и дальше до конкурса. Понимаете, конкурс будет, но это тоже там полгода. В рамках семинара заместитель министра связи Алексей Воробьев и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небальсин рассказали о том, как будет осуществляться переход на цифровое эфирное телевидение в регионе. Обозначили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители и ответили, как они решаются. Особо отметили роль волонтеров в оказании помощи пожилым людям в настройке телевизора на прием цифрового вещания. Волонтер ничего не делает, с технической точки зрения не ремонтирует, я имею в виду. То есть волонтер только приходит и подключает. Опять же, волонтер не берет за это деньги. Также волонтеры не вправе покупать приставки для престарелых. Этим должен заниматься только сотрудник соцслужбы. Волонтера можно вызвать только при условии, что в квартире уже есть цифровая приставка, либо современный телевизор. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Из дымовой шашки повалили клубы густого дыма. Сотрудники пожарно-охраны, специалисты внештатных отрядов ГОИЧС заняли свои позиции и организовали штаб по тушению условного огня. По вводной командно-штабных учений РФЯЦ в НЕФ лесной пожар двигается по направлению к одной из закрытых площадок города. Мы сегодня отрабатываем две вводные. Первая вводная – это пожар в лесу, а вторая вводная – авария на радиационно-ядерно-опасном объекте. Сейчас уже по первой вводной отработано практически на 50%, собраны силы и средства, идет тушение пожара в лесу, но пожар пока еще не удается локализовать. Вспоминая о лесных пожарах 2010 года, организаторы учений приняли во внимание каждую мелочь. Основной проблемой на месте условного возгорания оказалось отсутствие необходимого количества воды в лесных водоемах. Нам весна показывает, что у нас не все нормально с водоемами в лесу. Может быть, вы уже заметили, проезжали в Орламовку, воды по прошлым годам меньше наполовину. Не можем поставить пожарно-сосные станции на водоем. Вот приходится отрабатывать все вопросы с гидрантов, в перекачку. Такие трудности есть. Конечно, все на чеку, чтобы никаких вопросов не повторилось у нас в 2010 год. По словам Игоря Мусина, главного инженера ядерного центра, данные учения максимально приближены к реальной чрезвычайной обстановке. Сделано это для того, чтобы на практике проверить, насколько готовы специальные службы в НИЭФ и города к подобным ситуациям. По его словам, то, как оперативно был развернут штаб и началась ликвидация лесного пожара, говорит о слаженной работе всех служб и специалистов. Эту деятельность уже не первый год проводим. Вы помните, были у нас достаточно такие тяжелые ситуации, связанные с пожарами 2010 года. То есть были сделаны определенные выводы. Есть у нас трехстороннее соглашение, которое позволяет нам взаимодействовать в части лесных пожаров. Это в НИЭФ, это город и это заповедник имени Смедовича. Подобное соглашение означает всестороннюю помощь и обмен оперативной информацией в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря такой работе условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки и специалисты Федерального ядерного центра приступили к отработке второй фазы учений – ликвидации техногенной аварии на производстве. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Для Анны Петрунина это была вторая попытка написать диктант на пятерку. В прошлом году девушки поставили четыре, а в этом она получила заветную оценку «отлично». Я почувствовала очень большую радость, поскольку результаты об отличниках появились немного раньше, чем в целом результаты. Я когда прочитала свое имя под 17 номером, я очень обрадовалась, потому что я по профессии филолог, учитель русского языка, я подумала про себя, что ура, я не посрамила свою профессию. В планах у Анны снова и снова принимать участие в тотальном диктанте. По мнению девушки, такие акции нужны, особенно тем, кто закончил школу много лет назад. Они помогают проверить свои знания родного языка. Если, например, он написал диктант на «Отлично» порадоваться своим знаниям, или если, например, он не так хорошо написал диктант, то понять, что ему нужно подтянуть в знании русского языка. Потому что я считаю, что грамотность отличает в первую очередь именно образованного человека. В этом году на «Отлично» в Сарове диктант написали 19 человек. Большинство из них признались, что текст был достаточно легким. Однако филологи, которые проверяли работу, считают, что секрет успеха не только в этом. В этом году, надо сказать, что работы вполне хорошие. Мне очень понравилось. Качество явно чувствуется. И не только потому, что сам диктант может быть немного легче. Действительно, наверное, люди готовятся. Я думаю, что вот видя знакомые лица каждый год, вижу, что, наверное, приходят люди с уже опытом написания тотального диктанта, и это сказывается положительно. Участники акции получили сертификаты тотального диктанта. Все, кто не был на собрании в гимназии номер два, могут узнать свои результаты на официальном сайте проекта и скачать электронный сертификат. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Ежегодно сотни домашних животных в нашем городе оказываются выброшенными на улицу. Часть из них попадает в приемник. Сегодня там живут собаки и кошки, которые когда-то были домашними любимцами, а теперь оказались не нужны своим хозяевам. Животным приемника помогают неравнодушные горожане и представители организации, среди которых клуб «Акбар». Если вы завели животное, то вы рассчитываете, что это животное живет не год, а 13-14 лет, что все-таки должна быть какая-то ответственность. Стрелизуйте, кастрируйте, потому что когда они плодятся, понятно, что вы щенков всех пристроить не можете. Но раскидывать щенков по городу – это тоже не есть выход из положения. Каждый год «Акбар» организует сбор помощи для животных приемника. Приносить пожертвования можно в клуб «Здоровье» на улицу Силкина, 10 дробь 1. Это корма, корма сухие, педигрии и вискос лучше другой не приносить, как пишут, что может быть, что болеют от остальных марок. Потом моющие средства, я понимаю, и сама, это одно из самых главных, чтобы не распространялись болезни дезинфицирующие. Потом старые тряпочки, подстилочки. Помогают организаторам школьники, волонтеры клуба «Здоровье». Ребята считают, что в их поддержке и заботе особенно нуждаются брошенные собаки и кошки. Им нужна еда, им нужно питье, лекарства. Им нужно помогать и тем животным, которые в приюте бросили люди. Помощь от горожан клуб «Акбар» принимают до 30 апреля. Затем пожертвования направят в приемник. Самое яркое впечатление о празднике 9 мая Анастасия Васькина получила несколько лет назад. Тогда 12-летнюю Настю поразил размах парада, прохождение техники и войск. И незабываемая атмосфера самого главного праздника нашей страны. Для меня праздник – это слезами на глазах, потому что мы должны вспоминать тех людей, кто воевал, и они дали нам жизнь, небо над головой. И мы должны помнить их всегда. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Настя принимает впервые, но подготовилась к столь ответственной работе основательно. Выучила, что означают цвета на ленте, знает, как правильно носить этот символ воинской доблести на одежде. А главное, вручая ленточку, она каждый раз объясняет прохожим, как не стоит ее использовать. Неправильно носить ленточку на голове, на кузове автомобиля, на сумке ниже пояса. Правильно носить у сердца. По подсчетам организаторов, ежегодно на улицах нашего города волонтеры раздают до тысячи ленточек. Каждый раз они объясняют жителям Сарова, что это не просто кусок ткани определенных цветов. Брать и с гордостью носить ее нужно только, если человек действительно помнит о том подвиге, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. Когда наши ребята выходят на улицы города с символическими ленточками и раздают их горожанам, наша задача привить им любовь, уважение и память. И чтобы они всегда помнили, чтили, говорили о том, что мы гордимся подвигами наших героев. Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится на улицах Сарова вплоть до 9 мая. Традиционно получить ленточку можно на улице Силкино, возле подросткового клуба здоровья и возле Ледового дворца. 4 и 6 числа с 17 до 18 часов, 7 и 8 мая с 16 до 17 часов. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Актеры, режиссеры, художники, костюмеры, бутафоры. Для гостей вечера это была редкая возможность увидеть всю труппу в полном составе. На сцену один за другим выходили служители малипомены. В день рождения Саровского театра именно они получали поздравления и награды. Те, кто увлекает зрителя в удивительный мир драматургии. Создают для нас потрясающие смыслы, потрясающие эмоции. И в этом плане мы им всегда благодарны, мы всегда ждем встречи с ними. Поздравление с юбилеем и пожелание новых творческих успехов выразили представители законодательного собрания региона, руководители города, ядерного центра и наградили работников театра почетными дипломами губернатора области, грамотами Министерства культуры региона и Сарова и благодарственными письмами. Мы свидетели того, как под этим куполом дружно уживается и классическая постановка, классический театр. И совершенно новое прочтение уже известных нам пьес с какими-то арт-идеями, порой очень спорными для нас, более взрослого поколения, но так понятно это все молодежь. И это, конечно, огромная заслуга всего коллектива театра. За 70-летнюю историю театра на его подмостках играли и помогали ставить пьесы не одно поколение талантливых актеров, режиссеров, концертмейстеров. На юбилейном вечере вспомнили поименно и отдали дань памяти ушедшим коллегам. Века сменяются, века текут мгновенья, как река лишены в парковых улиц, выходит каждый миг артист. Продолжился праздничный вечер ретроспективой спектаклей, которые в разные годы были поставлены на сцене театра. Поклонникам показали архивные постановки Саровской труппы. Зрители увидели историю родного театра через призму мировой драматургии от античности до наших дней. Пьесы одной эпохи плавно переходили в другую. Как это можно? Желиться на ком попало? Ну, безрассудная молодость. Белый горячий коробок. Старшее поколение могло оценить мастерство актеров и сравнить с постановкой прошлого века. Те, кто помоложе, получили редкий шанс увидеть отрывки из спектаклей, которые, возможно, никогда больше не будут ставиться на Саровской сцене. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В этом году отправить своего ребенка в лагерь «Березка» станет проще и дешевле. В оздоровительно-образовательном центре проводят несколько недель летних каникул дети с 6,5 до 15 лет. С 22 апреля по льготной стоимости, а именно за 5200 рублей, путевки смогут приобрести более 200 пап и мам, независимо от того, в какой организации нашего города они работают. Количество мест ограничено. Очередность будет определена по дате подачи заявления родителей с приложенным пакетом документов. Это копия паспорта родителя, а копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справка из школы. Тем родителям, которые отправят своих детей в санаторно-оздоровительный лагерь в Нижегородской области России, полагается компенсация части затрат на приобретение путевки. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта рекомендуют написать заявление на возмещение потраченных денежных средств как можно раньше. В 2019 году размер данной компенсации составляет от 11 600 рублей до 13 300 рублей. Количество средств ограничено. Очередность получателей будет определена по дате подачи заявления родителей. Реестр детских отравительных лагерей размещен на сайте турцентр.ру. Также можно обратиться за помощью в выборе лагеря к специалистам Департамента по делам молодежи и спорта. Елена Грецко, Владимир Листик, Служба новостей, Саров, 24. Парад в маскарадных костюмах, мастер-классы по изготовлению масок и театральной бутафории, игры, конкурсы, пантомимы. Гости Пушкинки могли найти для себя дело на любой вкус и возраст. Главной темой объединяющей площадки «Библиосумерек» стал театр. Посетители не только познакомились с историей этого вида искусства, но и узнали больше о саровской драме. Мы очень старались, чтобы сегодня на наших площадках тема театра была раскрыта интересно, нетрадиционно. И так, чтобы действительно детям и взрослым была возможность не только что-то новое узнать о театре, в том числе и о нашем городском театре, который отмечает юбилей, но еще и самим попробовать себя в самых разных ролях. Примерить на себя роли домашних животных, птиц и даже облако дети смогли на площадке «Экспромт» театр. Надев на себя маски, ребята при помощи мимики и движений сыграли небольшие спектакли. Тема театра, по мнению библиотекарей, всегда будет интересна детям. Ребята могут показать свое мастерство, проявить свои возможности, свои способности. А еще, наверное, потому что дети любят сами смотреть на игру актеров, и любят сами выступать и показывать свои умения. И, наверное, потому что дети могут сами побывать в этом сказочном мире. Библиосумерки всегда вызывали у горожан большой интерес, и этот год не стал исключением. Вечер, проведенный в библиотеке имени Пушкина, оставил как у детей, так и у взрослых приятные впечатления. Участниками акции стали более 700 человек, и каждый нашел себе занятие по душе. Весело, интересно, да, но очень динамично, детям нравится, все очень творчески. Мне понравилось, что здесь нужно пазл собирать. Игра очень хорошая, мне понравилась. Мне очень понравилось петушком в сказке быть. Больше всего мне понравилась площадка, где мы делали маски. Завершив библиосумерки, сотрудники Пушкинки начали подготовку к следующему масштабному проекту – НЛО или научная лаборатория открытий, которая будет проходить во время летних каникул. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, объемные гобелены и батик. Вместе с остальными участниками выставки свой женский взгляд на изобразительное искусство. Зрителям решили продемонстрировать саровчанки – члена Союза художников России Евгения Урма Татьяна Есеникова и член Союза русских художников Александра Маркова-Ерошек. В последнее время, на всякий случай, я натыкаюсь в художественной общественности часто на такой вопрос. Имеет ли право вообще существовать понятие женской живописи? Но я считаю, что девочки должны гордиться своим женским началом и нести его в мир всеми возможными доступными им способами. Александра Маркова-Ерошек выбрала для выставки свои последние работы, которые в нашем городе еще не представлялись. Получилось отобрать весенние и разнообразные по жанрам картины. Несмотря на ограничения по количеству работ, свой женский взгляд на живопись удалось продемонстрировать и Евгений Урм. Всего три работы, чтобы они отражали творчество от каждого художника. Выбирала вот как-то сердцем. Смотрю работу, да, хочу я, чтобы она висела. Выставка «Ее глазами» имеет богатую историю. Этому проекту почти четверть века. В течение больше, чем двух десятков лет она путешествует по всей стране. И с каждым годом находит все новых поклонников, творчество женщин-художников. Что интересует наших женщин-художников? Какие темы волнуют? Как они с внимательностью и любовью присматриваются к этому окружающему миру? Выставка теплая, даже не по цвету. А вообще вот ощущение, которое здесь появляется, приходишь, вот такой праздник. Встретиться с авторами работ выставки «Ее глазами» соровчане смогут 17 мая на ночь в музее, в художественной галерее. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В зале Дома молодежи темно и безлюдно. Нет ни репетирующих детей, ни выступающих коллективов. За несколько дней до показа актеры Саровского драматического театра проходят отдельные сцены. Эскизы спектакля выставляют свет и решают вопросы со звуком. 25 апреля зал Дома молодежи на полтора часа превратится в площадку современного искусства, где даже зритель окажется в необычном положении. Все театральное действие будет происходить на 360 градусов вокруг них. Да, может быть, кому-то кажется неудобным, но уверяю, что это должно получиться так, что всем понравится. Материал для третьего эскиза автор проекта «Везде театра» Евгений Цапаев подбирал специально под пространство Дома молодежи. На этот раз выбор пал на пьесу «Точки на времену оси» современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Она сама по себе очень объемная. В ней нет никакого линейного сюжета, главных героев. Есть отдельные истории совершенно разных, совершенно, казалось бы, случайных людей, из разных уголков мира, из разных временных промежутков. Девять отдельных историй, в каждой несколько персонажей. Итого порядка 20 героев, сыграют которых всего пять актеров. Александру Полехе предстоит исполнить семь ролей. Главное – это ведь действие на сцене, чтобы что-то происходило. И главное – действовать на партнера. Текст – это… он текст, если ты правильно выстроишь в себе действие, текст, он будет рождаться из действия. Увидеть третийский спектакль проекта «Везде театр» можно будет 25 апреля в Доме молодежи. Начало в шесть вечера. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Пионер значит во всем первой – и в учебе, и в общественной деятельности. Об этом не понаслышке знает Анастасия Виноградская. Девушка состоит в Союзе детских организаций «Сияющие звезды» больше пяти лет. За это время она прошла путь от обычного пионера до председателя секции «Галактика». «Галактика» – это орган самоуправления. То есть есть Союз детских организаций «Сияющие звезды». Он состоит из пионерских организаций. Это организации внутри школ. И из этих школ выбираются самые лучшие ребята, самые активные в пионерских организациях. И они приходят к нам на «Галактику». Это еженедельный сбор. В этом году в секцию «Галактика» пришло более 20 новичков. Активисты рассказали новым участникам, чем занимаются ребята в школьных пионерских дружинах. И как вступить в ряды Союза детских организаций. Мы сегодня все познакомились. Узнали друг друга побольше. И нам рассказали вообще, чем мы будем заниматься и что мы будем делать. Мне понравилось очень. Мне очень-очень заинтересовало. И стало интереснее. Всего в 54-м итоговом слете Союза детских организаций «Сияющие звезды» приняло участие 68 делегатов из 14 дружин. Пионеры подвели итоги работы за год по пяти секциям. Обсудили реализованные коллективно-творческие проекты, выдвинули кандидатуры новых инструкторов, выбрали важные пионерские профессии, а также поговорили о подготовке ко Дню Победы. «На каждой станции находится минимум один, максимум три представителя от своей пионерской организации, которые рассказывают информацию от своей школы. Нам всегда нужно знать итоги, чтобы мы могли сделать анализ, посмотреть, что получилось, что не получилось, что нужно сделать по-другому, что можно изменить, чтобы двигаться дальше». В мае пионеры Союза детских организаций примут участие в Параде Победы. На площади выступят знаменные группы, сводный отряд барабанщиков и 18 самых активных звезд. А 14 и 17 мая на площадке возле Дворца пионеров состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Пионерии. «Старт! Внимание! Марш!» Здесь все как на серьезных соревнованиях – красные флажки, свистки, команда, настоящая судейская бригада и протоколы. В финале фестиваля «Дрост» приняло участие 19 команд из детских садов нашего города. Праздник состоял из двух частей творческого конкурса и спортивной эстафеты. «Такие мероприятия у нас проводятся с одной целью – это приобщение детей к спорту, их вовлечение, популяризация спортивных мероприятий». Физкультурно-образовательный фестиваль «Дрост» в Сарове стартовал 8 лет назад. Ежегодно в нем принимают участие все детские сады города. В каждой команде по 4 человека – 2 девочки и 2 мальчика. Путь к пилисталу почетно у маленьких спортсменов лежал через непростые, но веселые испытания. Самое сложное было кидать мешочки. Там надо было кидать 5 правой и 5 левой, а я кинул 10 правой. Это сложно было. Мне понравилось больше всего здесь танцевать и понравилось здесь прыгать через скакалку. По итогам фестиваля ребят наградили памятными дипломами и подарками. Для одних истории – это множество сухих дат, фамилий и фактов, изложенных на бумаге. Для других – повод придумать и воплотить в жизнь творческую идею. В течение трех лет в профсоюзе ядерного центра трудятся над важной стратегической задачей – разработать имидж организации глазами молодежи. На этот раз пришло время обратиться к истории профсоюза. Мы работаем в легендарной отрасли, и профсоюз у нас тоже очень легендарный. И поэтому, конечно, задача и состоит в том, чтобы именно молодежь рассказала историю, легенду нашего профсоюза как одну из основных составляющих имиджа любой организации. 120 участников, 5 секций и 6 часов на создание проектов. Молодые активисты вспоминали имена и фамилии героев профсоюзных организаций, события 90-х, когда шла борьба за сохранение предприятий атомной отрасли и рабочих мест. А еще много других исторических фактов, на основе которых у участников семинара рождались творческие идеи. Мотивация профсоюзного членства – это главная цель. То есть повышение имиджа, чтобы народ знал, что такое профсоюз. Без профсоюза нет движений вперед. Вот это главное. На итоговую дискуссию школы молодого профсоюзного лидера были выдвинуты самые яркие и оригинальные проекты, среди которых создание в городе музея истории профсоюзов НИЭФ, появление на улицах города профсоюзного автобуса, создание единого альбома, посвященного профсоюзным лидерам ядерного центра и многие другие. Это популяризация истории легенды профсоюзной организации для повышения имиджа. На самом деле проекты разрабатываются совершенно различные. Идеи настолько креативные, молодежные и интересные. Именно то, чего сейчас так не хватает профсоюзной организации. Идеи, рожденные на семинаре, не останутся только на бумаге. Организаторы надеются, что разработанные проекты в скором будущем воплотятся в жизнь. 14 боев на ринге и беззаговорочная победа спортсменов из Сарова над сборной командой боксеров Нижегородской области. Таковы результаты традиционного турнира по боксу на призы Федерального ядерного центра. В борьбу за главный трофей соревнования вступил Саша Карасев. Молодой, но перспективный боксер. Свой бой он начал активно, полностью доминируя над своим оппонентом. К финальному удару колокола подошел с абсолютным преимуществом. Бой за честь города спортсмен считает важным в своей карьере. Он важный, очень важный. Потому что у меня таких больших соревнований не было. Это первый мой раз. Для Максима Авдонина из Нижнего Новгорода соревнования не в новинку. За спиной у 15-летнего боксера уже пять подобных выходов на ринг. На этот раз спортивная удача от юноши отвернулась. Бой за звание лучшего для него получился тяжелым и закончился поражением. Однако спортсмен не расстроился. Во-первых, он получил незабываемый опыт. А во-вторых, проиграл красиво. А этот дорогого стоит. Бой прошел хорошо. Мне очень понравился соперник. Он очень хороший. Второе место тоже хорошо. Конечно, не первое, но второе место тоже хорошо. Не обидно? Нет. То есть, такому сопернику не обидно приграть. Праздник спорта получился не только для боксеров. Каждый удачный удар, блок или серия зрители встречали бурными аплодисментами и поддержкой. Независимо от того, какой спортсмен лидировал. По мнению организаторов, проводить подобные турниры необходимо как можно чаще. Это поможет не только развивать совсем юных боксеров, но и даст возможность спортсменам-любителям держать себя в хорошей физической форме и тонусе. На самом деле, бокс, бокс, он приезжает с детства к преодолению трудностей. И как многие думают, что бокс это драка, только бокс это не драка. Бокс это реально умный поединок, где кроме силы должен боец думать головой. И если этого симбиоза, сила и ума нет, то боксер профессиональный никогда не получится. Турнир по боксу остался позади. В этом году спортсмены Сарова показали высокий уровень подготовки. В следующий раз им придется вновь отстаивать звание победителей. А для этого готовиться придется еще больше и упорней.